Бросить престижную работу, отказаться от всех преимуществ большого города и переехать в деревню – основные идеи нового направления дауншифтинга. Приверженцы этого движения считают, что истинное удовольствие от жизни можно получить только наедине с природой. Пока провинциалы покоряют крупные города, жители мегаполисов наоборот, спешат покинуть каменные джунгли и перебираются поближе к природе. Большинство из них выбирают кубанские просторы. Тенденция отказываться от престижной работы, материальных благ и переезжать в сельскую местность существовала всегда, но популярность стала набирать в последние годы. Приверженцы этого направления называются дауншифтерами. Причины переезда у каждого свои. Чаще всего это желание уйти от каждодневной суеты и пожить для себя. Для постоянного проживания они облюбовали юг страны. Конечно, на Кубане такому переехавшему горожанину будет проще. Просто благодаря тому, что климат мягкий, тёплый, гораздо проще жить на земле. То есть не требуется каких-то сложных приспособлений. В дом на краю хутора Сербинсуанского района Екатерина переехала недавно. Жизнь в столице она променяла на размеренные загородные дни и пение птиц по утрам. Жить в частном доме до этого момента девушке не приходилось. Екатерина признаётся, раньше она даже не могла представить, что когда-нибудь сможет отказаться от большого города. Для меня жить в деревне это было просто невозможно, нереально. И в какой-то момент просто всё моё мировоззрение перевернулось где-то на 180 градусов. И я поняла, что в тех условиях, в которых я живу, жить невозможно. Нужно просыпаться под пение птиц, засыпать под пение цикад и видеть звёздное небо над головой. И это истинное счастье. О переезде девушка задумалась несколько лет назад. Славянский район выбрала не случайно. Главными критериями был тёплый климат, чистый воздух и возможность выращивать плодовые деревья. Некоторые растения Екатерина увидела впервые. Сельской деятельностью до этого момента она не занималась. Как выращивать фрукты и овощи, подсказывали соседи. Советы находила на страницах интернета. Плодородная земля порадовала девушку обильным урожаем. Я очень боялась, когда сюда ехала, что у меня ничего не будет расти, потому что я не знаю, как что выращивать. Я читала очень много информации, но она мне не пригодилась. Главное, чтобы была здоровая рассада, чтобы был сорт хороший и полив. Ну и естественно, чтобы земля была хорошая, удобрена. С большим участком справляться непросто. Екатерина самостоятельно старается облагородить территорию, сажая деревья и цветы. В планах у неё вырастить сад, сделать небольшой пруд и парковую зону. Подходящие идеи находит в интернете. Обустройство дома тоже лежит на хрупких женских плечах. Но девушка не боится ремонта и вдохновлённо рассказывает о своих затеях. Я хочу большую террасу сделать возле дома. А наполовину застеклённую, чтобы можно было там сушить виноград, сушить помидоры на солнце. А другую часть открытая, чтобы там можно было отдыхать и, возможно, в будущем поставить там камин. Днём Екатерина работает за компьютером администратором сайта, а вечерами и в выходные дни обустраивает дом. Для воплощения всех идей в реальность потребуется немало времени и работы. Но такая жизнь вдали от больших городов пришла с девушки по душе. Оксана Холодная, Александр Косицын, программа «События».